Музыка Друзья на канале Даниила и Ларисы Несколько раз подписчики и зрители спрашивали нас Где у нас происходит вызревание сыров Как мы их выдерживаем И я решил рассказать о шкафе для вызревания сыров Который я сделал сам своими руками из холодильника для напитков Вначале я заборочился покупкой из шкафа для сыров для вызревания Но настоящий шкаф стоит порядка 20-25 тысяч То есть достаточно дорого Вся вот эта конструкция обошлась мне в 4 тысячи И сейчас я вам расскажу как это устроено Для начала я купил старый неработающий холодильник для напитков Он был достаточно в таком плачевном виде И первое что я начал делать это приводить его в божеский вид Естественно я прозвонил компрессор Компрессор отказался рабочий, не сгоревший Был вытекший фреон Причем хочу обратить внимание Я тут сделал выключатели, которые у меня отдельно выключают свет И вентилятор Вентилятор нам не нужен Хочу обратить внимание Как видите этот холодильник с задней испарительной стенкой То есть вдоль всей задней стенки идет вот такой вот испаритель Они есть разных моделей Есть холодильники, в которых испаритель исключительно Ну как, исключительно в верхней части вместе с вентилятором Он в данном случае не подходит Не подходит он по той причине, что нам нужно Чтобы холод распространялся именно по задней стенке Потому что если испаритель будет только в верхней части И только через вентилятор Тогда этот холодильник без вентилятора работать не сможет Он просто-напросто сгорит И так моей задачей было отремонтировать саму холодильную установку Заправить ее фреоном Этот процесс обошелся мне в 400 гривен Помимо этого я нашел датчик температуры Вот видите такая вот штучка Он находился за испарителем Я его открутил И он был сверху, возле вентилятора Вон там за сарами Видно, как проходит магистраль этого датчика Он был скручен в такую бухточку Я полностью раскрутил эту бухточку И вывел датчик на середину Как можно ближе к серединке Для того, чтобы он мерил температуру Поближе к центру холодильника В центральной части Также я заморочился с влажностью Изначально я купил на Алиэкспрессе Две вот такие вот штучки Генератор холодного пара И контроллер влажности Но пока их не установил Потому что надобности в этом нет Также на Алиэкспрессе Я купил вот такой вот Термометр С гидрометром Он показывает мне влажность И показывает температуру Очень полезная штука Потому что эти два параметра Надо при выдержке сыров и колбас Контролировать Итак, друзья Я привел холодильник в порядок Внутри его просто покрасил баллончиком Ну, все почистил, естественно Почистил полочки Они были ржавые Покрасил баллончиком Обычной краской для пластика белой Поменял лампы Снаружи я его просто обклеил Белым аракалом Матовым Так вот нормально получилось Кое-где, конечно Ну, вот как здесь Не очень красиво Но ничего страшного Зато я сэкономил очень крепко Следующее, что я сделал Вывел две кнопки Отдельно выключатель для Сейчас покажу так Для вентилятора И отдельно для подсветки Потому что вентилятор Нам, естественно, не нужен Чтобы он постоянно работал Так как сыры будут пересыхать постоянно Собственно говоря Что я получил? Я получил холодильник В котором Ну, вот как видите Сейчас еще градусник не опустился У меня стабильная температура 10-10,5 градусов Держится совершенно стабильно И влажность 70% Это именно то, что надо Для выдержки колбас и сыров Если мне надо повысить влажность Я использую просто судочек с водичкой И ставлю его в холодильник Процесс этот очень инертный Влажность за сутки Повышается где-то на 3-4% Вот, как бы Что касается конструкции То есть выключатели Совершенно просто ставятся Снимается корпус вентилятора Вот этот вот И в разрыв двух проводов Вентилятора и подсветки Ставятся выключатели Проводятся свои провода В результате Сам холодильник обошелся мне 700 гривен Так как он был не рабочий А ракал с краской обошлись Где-то в 400 гривен ориентировочно Электрические выключатели И проводка, которую мне надо было сделать Обошлись где-то в 200 гривен Помимо этого В 400 гривен обошелся ремонт компрессора И еще 250 гривен я заплатил за фреон За заправку фреонов Фреоном Вот И вот это вот оборудование Которое я купил на Алиэкспрессе В общем и целом обошлось 25 долларов Контроллер влажности Не знаю, буду его внедрять И генератор холодного пара На самом деле Может быть и надо будет Но пока я воздерживаюсь Потому что все необходимые функции Сейчас холодильник нам закрывает Если мне надо будет Повышенную влажность Я может его и внедрю Когда нам надо выдерживать сыр с плесенью Который выдерживается при очень большой влажности Близко к 90% Мы используем контейнер Вот такой вот контейнер Закрываем в нем сыр И на вызревание В этот контейнер ставим рюмку с водичкой И на вызревание оставляем в контейнере Тогда в контейнере достигается влажность Порядка 90% И сыр очень хорошо выдерживается И созревает Влажность же в холодильнике Поддерживается за счет того Что на этом заднем испарителе Так или иначе Немножко оседает конденсат Поэтому он работает у нас уже 4 месяца Мы здесь вырастили достаточно много сыров Влажность никогда не падает То есть она всегда на уровне 68-71% Как видите сейчас стоит влагомер И ну не влагомер Датчик влажности и температуры И влажность совершенно стабильная Собственно говоря Сыровяленые колбасы Мы тоже выдерживаем в этом холодильнике Как и сыры Вот такая вот чудесная штука Друзья Получилось у меня Немногим дешевле 4000 гривен Обошлось мне все кругом бегом Естественно я немножко поигрался с ним Потратил 3 или 4 дня День у меня ушел на покраску День на то чтобы снять компрессор Отвести его Как бы продиагностировать И потом привезти сюда холодильщика Который мне заправил фреоном Эту штуку Ну и собственно говоря На электрическую часть я потратил день И получил полноценный шкаф Для вызревания сыровых колбас На сегодняшний день я им очень доволен И считаю что за такие деньги У меня получилась очень крутая штука Поэтому друзья Дорогие мои сыровары И любители приготовить домашнюю колбаску Надеюсь что этим видео Я ответил на все ваши вопросы Также надеюсь что это видео Было для вас полезным И может быть кто-то Тоже решится сделать Такой вот шкаф для вызревания колбас Если у вас будут какие-то вопросы Задавайте их в комментарии На все вопросы я с удовольствием отвечу Ну собственно говоря На этом я буду заканчивать Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх Всего доброго Пока